Надо Ваня позвонить. В Дубае холодно. Я бы здесь всю жизнь не знал. Арабская ночь. Нормально, я еще снимаю, я думаю. Очень классно. Мы же все-таки в Дубае, здесь много пафоса, да? Все девушки, парни идут на пляж, не важно куда, берут самые лучшие сумки, бар, сетки. Поэтому я иду с вот этим кейсом от Нинтендо. Слушай, я просто хотела его кастомизировать. Есть, там, Луи Витон кейс для Нинтендо. Тут самое дорогое, тут самым дорогом. Представляешь, Нинтендо стоит, типа, тысячу дирхам и кейс для нее 10. Да. Слушай, у тебя самое дорогое, это я. Поэтому мне нужен дорогой кейс, нет? Ты врага, тихо? Мы, наконец, добрались до морюшка. Если честно, когда мы приехали в первый раз, многие пугали, что на пальму плохая вода, насостоявшаяся, но даже здесь на лепестках вода вообще чудесная, прозрачная, видны косяки рыбок, между прочим. И вообще супер. Но единственный минус, что если я попуще на море на одни ракушке, то здесь цемент. Бывает местами. Просто издержки, скажем так. Но вообще, посмотрите, может, представишься на наши виллы, может, по-своему присматриваемся, какая нам больше подходит. Но мы еще не накопили пугу. Слушайте, ну я не думала, что когда-то это скажу, но в Дубае холодно, серьезно. Когда мы были в прошлый раз, на улице было днем плюс 37, на солнце мне казалось все 50. Сейчас на улице днем плюс 30, и прохладный ветерок. То есть хочешь надеть даже какую-то рубашку. У нас в Краснодаре летом теплее. Это вообще как что-то невероятное, потому что мне казалось, что здесь все время раскаленное воздухо, такое пекло. Но нет, представляете, холодно. Не взгляд в торговых центрах, как духовики продаются. Уже пора покупать. Сказал я, лежа в воде. Кстати, пока не забыла, вы помните про наших друзей в OneX? У них самые высокие кэфы, пополнение без комиссий и моментальные выплаты. Переходите в закрепленный комментарий, а эта промо дает бонус до 100 долларов. Удачи! Последние два дня мы целыми вечерами гуляли по торговым центрам. Сегодня Максим вообще отказывается выходить из номера. Я сама ходила на пляж, хоть сама ходила завтракать. Но кушать все равно надо, поэтому сейчас мы пойдем в торговый центр опять. Благо он находится совсем рядом. Самое смешное, что пока Максим ходил забирать меня с пляжа, пришла уборщица и собрала все его паки, рассортированные в одну колоду. Вы просто бы видели его расстроенный взгляд. Самое важное, не сказала, что я десятку потратил на коробку с бустерами, полтора дня их открывал, сортировал и она их смешала. Просто в чем логика была не очень понятна. Кому они мешали? Мои бустеры любимые. Пойдемте купим новые? Цените какие дизайны у некоторых карточек. Есть попроще, но они все редкие. Но есть прям убийственные, просто дизайнеры, мастера. Практически как мои обложки. Вот это прям ах. Здесь есть одна супер редкая, мне кажется, она даже дорого стоит. Вот она даже виднеется. Арабская ночь. Это просто флексишь. Это практически ламба золотая. Максим, тебе не надоело кушать в фастфуде? Наоборот, кайф. Я даже думаю, надо заснять ролик, где мы будем 24 часа кататься в разных фастфудах в Дубае. Ты просто не хочешь в ресторан идти, да? Долго, дорого и невкусно. С прошлого раза Максиму очень понравился Вендис. Ты сама говоришь, что картошка божественная, держи. Причем он берет самый простой бургер и говорит, что он божественный. Да, я так дал. А я начала пить колу. Точнее, это пепси. Но я думаю, одно и то же. Начинающая история наркомана. Я Максиму на протяжении трех дней мыла мозг, что мне очень нужен мороженый пингвари, потому что у нас его нет. И я очень люблю там соленую карамель. Соленую карамель здесь не производят. Мне, конечно, немножко грустно. Пойдет нас есть вот так и все. О, бедная. Ты, главное, давись не сильно этим мороженым невкусным. Ну, а сегодня самый важный день. Мы едем в аквапарк. Вообще, если честно, мне кажется, я ради этого и ехала в Дубай. Причем мы едем на весь день. Будем отрываться по максимуму. Мы же живем на Пальме, поэтому до аквапарка нам ехать всего одну станцию на монорельсе. После прошлого посещения аквапарка я очень жалела, что я не прокатилась на самой большой горке, которая просто вертикально вот так вниз тебя засасывает, как в унитазе. И, если честно, я очень боюсь, но внутри себя настраиваю, что я должна прокатиться. Максим сразу следился, он сказал, что это без меня. В общем, не знаю, что делать, но если что, в конце ждите классный контент, если я решусь. Ну, судя по количеству народу, в аквапарке будет очень весело. Вообще, конечно, второй раз намного проще, мы уже знаем, куда идти. Первый раз мы, наверное, минут только 40 по шаре искали вход, как дураки пошли в другую сторону, и пришлось потерять полтора часа, мне кажется, не меньше, на покупку только билета. Ну, слушайте, очередей пока нет, и это радует. О, здесь открыли вторую речку, где можно просто по кругу лежать и кататься. Это любимая штука Максима. Я забываю, что это называется речкой. Макак, ручей, хочешь ручьем назовем? Ладно, Максим, расскажи, что по ценам. Два билета, причем один из них включает стоимость поход в аквариум, один его потом покажет. Стоили нам 800 дирхам по нынешнему курсу, это типа 1016-17, ну, точно на экране это образится. Дорого, конечно, но оно того стоит на целый день, на самом деле. И это мы еще випку не брали? Випка еще 200, да. Но я еще не дорос, сорян, в следующий раз. Просто посмотрите, как все это выглядит. Реально, как будто какая-то вечеринка здесь происходит. Блин, это похоже, как будто медуза на берег выкинула. А вот та горка, куда я хочу сходить, но я пока еще не решилась. Максим даже отсюда звонит друзьям, чтобы вы понимали. Алин, гриби. Here you go. А дальше по инерции в другую, да, толкнула? А если вот так, стой? Ну да, смотри. Алин, надо выходить в поток, сейчас будет опасно. Я еще телефон без защиты взял. Ну, любим рисковать. У нас проблемы, сейчас авария будет. Алина, теперь что, кайфуем, мы уже в течение. Кайфуем, ты лежишь, я толкаю ногой. Мы уже поплыли. Организатор. Надо Ваня позвонить. Хороший место, чтобы позвонить Ване. Я, кстати, тишку нашел из Мисси. Нормально, проплыли. А что мы встали? Нас в воронку засасывает. Релиз до Кракен. Ёпер. Блин, прикинь, как там классно. Я бы здесь всю жизнь видел. Он жив, можно и уйти. Я волна. Нормально, я волна. Мы плыли-плыли и попали опять на какой-то подъем. Не пускали. Ой, боже мой. Теперь я не точно не поеду больше. Ой. Как тебе? Слушай, честно, очень расслабляюще. Ну, как там не это? Находишься по поводу движения. Поэтому предлагаю пойти на горке. Вот на ту. Вот на ту, да. Чтоб наверняка была жесть. Это вот уже для пенсионеров. В конце уже на левых днях. Мне подходит. Ты отдаешься здесь? Да. В целом можно взять Нинтендо и играть, мне кажется, по кругу. Да, точно можно. Короче, можно было не покупать абонемент в аквариум. Здесь есть бесплатный. Но самое крутое, там проходит труба с горкой. И то есть ты проезжаешь в аквариуме. Смотри, какой красивый леопардовый спец. Офигеть. Максим похож на муравья, который тащит что-то больше себя. Как оказалось, на ту горку надо самому тащить ватрушку. Но, как говорится, любишь кататься, любишь саночки возить. Максим, ну что, как тебе последняя горка с акулами? На самом деле, сначала ты едешь в темноте и довольно стрёмно. Хотя повороты не жёсткие. А в конце они немножко облажались. Там засвет реально из-за того, что сверху солнце, стёкла нифига не видно. Мы только в конце одного скатчика застали. Но полчаса мы там потратили, конечно. Уточни, 28 минут, даже больше, 29, наверное, на очередь. И минуту на скатывание. Теперь Алина хочет на мужские горки. Я не хочу. Это было очень ровно. Как колбаса вывелась из пакета. Очень классно. В среднем время ожидания в очереди минут 15-20. В это время можно любоваться прекраснейшими видами. Вообще здесь горки есть на любой цвет и вкус, и высокие нет. Так что даже если вы боитесь высоты, то вы всё равно что-то найдёте для себя здесь. Ля, красота! Нормально, я ещё снимаю где-то. Мы когда в прошлый раз тут были, были прикольные пиццы, типа в рожке. Ты хочешь такую? Я хочу ещё фоткаться в купальнике, поэтому нет. А я не фоткаюсь, поэтому я выберу себе пепперони, наверное. Вот он, походу, где-то близко. Как она смешно прыгает. Ну, это то самое мороженое, которое подходит мне, да? Алина бы ела сладкое, а я вот такое. Клёво. Как-то скромно выглядит и очень странно, если честно. Ну, ещё наггетсы, кока-кола, оригинал, чётко. Но дорого, блин. У ворон здесь своя вечеринка. Они просто макают клюв в кетчуп, достают кости и всё забирают. Им всё надо. Мы провели здесь больше шести часов. Алина накаталась, мне кажется, практически на всех горках. Даже я решил сегодня скатиться на тех, которых в прошлый раз испугался. Например, вот это. Окей, ля-ля-ля. Ты ещё молодой аристократ. Нам не согнуть. Воу! Вам, наверное, было непонятно, но в конце мы чуть ли не вот так просто падали. Самая, конечно, крутая для нас с Алиной, это где мы вместе на ватрушке скатываемся. Там ещё иногда открывается потолок, иногда закрывается. Водой обливает. Прямо впечатление классное. Такой, знаете, идеальный баланс. Немножечко страшно, вроде нет. Быстро, но и не очень. Короче, кайфово. Единственное, жалко, что, конечно, сюда нельзя возвращаться постоянно. Типа, здесь жить. Хотя, наверное, бы тоже надоело. Там зайти ребята, играют в футбольчик. Я, может быть, сейчас с ним присоединюсь. И уже мы едем домой. Сегодня последний день. Уже по пути домой, мы нашли что-то супер странное. Это футбола дартс? Давай попробуем. Типа, ты бьёшь и должен попасть в сердцевину? Давай, не опозорься. Давай, это третья попытка. Четвёртая точно будет хорошая. Я в тебя верю. Помоги женщине только снять. Это твоя лучшая работа. Но это было хорошо. Нет? Не полтойся. Но ты парня уделал. В три раза его старше. Если вы будете в Дубае, то мы настоятельно вам рекомендуем посетить этот аквапарк. Причём стоит выйти на него целый день. Независимо от того, какой у вас возраст, вам точно понравится. Мы вернулись в аквапарк и вроде бы хотелось отдохнуть, но надо собирать чемодан. И просто, чтобы вы понимали, это всё, что мы накупили здесь. И надо всё это как-то уместить в багаж. Я вообще не представляю, как это сделать. Что-то вы уже видели, но часть это подарки для наших родных и близких. Мы подарим всё это в Москве и хотим заснять распаковку. Если вам это интересно, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я пошла заниматься этим нелёгким делом. Ну а вы, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал и встретимся уже в холодной Москве.